Рейд представителей Сочи Теплоэнерго совместно со службой судебных приставов проводился в Адлерском районе. Здесь количество должников перевалило за полторы тысячи. Общая сумма долга составляет 46 миллионов рублей. Причина неуплат разная. У кого-то действительно трудное материальное положение, но многие не платят из принципа. По принципу в этой жизни должны им. В таких случаях на пороге появляется судебный пристав. Мы уже выезжаем по тем должникам, кто вообще не платит и вообще никаких платежей нет. Выходом по адресу мы, если людей не заставляем в дом, мы оставляем требования в дальнейшем в нашу службу, чтобы человек пришел и оплатил свой долг. Если в случае он не явится в нашу службу, мы составим на него административный протокол. Как правило, приход судебного пристава в дом заставляет людей вспомнить про долги. Они могут лишиться бытовой техники, которая попадает под изъятие, либо сумму долга будут вычитать из зарплаты или пенсии. Есть и другая мера воздействия – отключение от горячего водоснабжения. А в следующем году предусмотрен существенный рост пени в случае просрочки платежей за коммунальные услуги в рамках 307-го федерального закона. Для улучшения платежной дисциплины населения вот такую меру законодательно закрепили. И с 5 декабря вступает в силу, и уже будут начисления такие. Поэтому первый месяц не начисляется. С 31-го дня идут начисления 1,03. 1,130 – это примерно 23% годовых. То есть платежи по пени в некоторых случаях даже будут сравниваться с долгом. Поэтому выгоднее рассчитаться с долгами в этом году с 1 по 31 декабря действует акция «Заплати долги – спишем пени». В любом случае необходимо срочно обратиться в отдел по работе с должниками «Сочи Теплоэнерго» и договориться о поэтапном погашении долга. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Спасибо. Спасибо. Спасибо.